На встречу с депутатом Законодательного собрания Пензенской области Сергеем Байдаровым пришли около двух десятков человек, в основном представители старшего поколения зареченцев. Вопросы, которые горожане задавали Сергею Юрьевичу, были самыми разными. От дальнейшей судьбы закрытого города до тарифов на услуги ЖКХ. Но один из первых о статусе ветеранов атомной промышленности и их возможностях получения звания ветеран труда. Сергей Байдаров ответил, что эту проблему решают в каждом регионе по-своему. Ищут выход из сложившейся ситуации и в Пензенской области. Значит, сегодня ряд регионов сами приняли решение о приравнивании этого статуса ветерана атомной промышленности к федеральному и он дает право на присвоение ветеран труда. Значит, ряд регионов через суды. Мы договорились как бы со Столяровой Еленой Алексеевной, зампредседателя правительства Пензенской области. На следующей неделе с ней встретимся и все-таки пообсуждаем, потому что на самом деле люди-то не виноваты. Мы занимаемся и постараемся решить эту проблему. Пришедших на встречу зареченцев беспокоила и судьба закрытого административно-территориального образования. Руководитель Росатома говорил, мы будем оставлять такие предприятия, будем за них бороться. Но конкретно, если раздают листовки опросные, что? Что раздают? Опросные листы, анкеты. Как мы относились? Как мы относимся к городу? К открытий или закрытий? Нам больше устраивает открытый город или закрытый? А какой город вас больше устраивает? Закрытый. Нам надежно в закрытом. Давайте я отвечу на этот вопрос. Первое. Никаких решений об открытии города нет. Никаких решений. То есть это я могу вам со всей ответственностью заявить. Горожан интересовало также, как скажется на жизни Заречного, возможное акционирование градообразующего предприятия. Будет ли завод акционерным или будет завод государственным, то по городу ничего не изменится. Потому что из 10 закрытых городов у нас сегодня в 5 градообразующие предприятия уже акционировались. И ничего в городах не поменялось. Наше предприятие, оно входит в список стратегических предприятий. И никакое акционирование без согласия президента производиться не будет. Однако были во время встречи вопросы, на которые Сергей Байдаров не смог ответить сразу. Вывозка мусора там или там что, мусоросборник, идет с квадратного метра жилья. Содержание лифта идет с квадратного метра жилья. Газовое оборудование идет с квадратного метра жилья. Как это понять? И почему это так происходит? Этот вопрос находится вне компетенции регионального ЗАГСОБРа. Нормы устанавливаются правительством страны. Но Сергей Байдаров пообещал разобраться и дать обстоятельный ответ обратившемуся. Все вопросы горожан к депутату законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия» Сергею Байдарову были зафиксированы. Горожане получат ответы на них в установленном порядке. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».